Неоднократные победители соревнований российского и международного уровня по пауэрлифтингу, метанию диска, троеборью среди людей с ограниченными возможностями. Спор для обитателей Дубинского дома-интерната – одно из главных увлечений. Уже 8 лет занимаюсь пауэрлифтингом, три бурья. Участвую в России, в Олексине уже. Первые места занимал. Потом в Китае занял второе место. В январе в спортзале-интерната установили новый силовой тренажер. Его купили на средства фонда «Перспектива», созданного по инициативе Алексея Дюмина. Губернатору рассказывают, теперь у спортсменов появились дополнительные возможности для тренировок. Я посмотрел то, что по комплектации у вас. Я тоже немножко забираюсь, но мне кажется, с учетом вашей специфики, надо тут еще докупликовать кое-что. Летом очень жарко. И нам кондиционер лучше поставить. У зала там невозможно заниматься. Тренажер и кондиционер приобретут, обещает Дюмин. А Алексею Горячего сегодня от губернатора индивидуальный подарок. У пенсионера юбилей. Ему 75. Последние пять лет живет в интернате. Здесь же работает лифтером. Будьте здоровы. Здесь и шахматы, и шашки, и нарды. Спасибо. И маленький сладкий подарок. С днем рождения вас. Спасибо. Всего в интернате проживает свыше 300 человек. Больше половины – одинокие старики. Рассказывают, кормят вкусно, лекарства есть, досуг тоже. Играет в шахматы, шашки, хотели бы иметь бильярд. Его приобретут, отдает поручение губернатор. А еще отремонтируют актовый зал. Там плохое освещение, нет нормального звукового оборудования. На ремонт нужно около 10 миллионов рублей. Дюмин рассказывает, есть предварительная договоренность с одним из банков о спонсорской помощи. Если есть необходимость, то я выйду на председательное управление. Мы вам доложили. Спасибо. Договорились? Ну, надо проведить в порядок. Потому что это, к сожалению, так в целом, ну, картинка общего нормальная, почти, ну, скажем так, удовлетворительная, но актовый зал находится в нехорошем состоянии. Изношенное оборудование и в местной котельной. Нагревательные трубы в котлах постоянно лопаются. Последний порыв случился в феврале. На ремонт ушло почти 200 тысяч рублей. В этом году уже два раза был порыв. Вот так обычно, вот, ну, два-три раза за отопительный сезон вот такая вот ситуация происходит, аварийная. Мы из нее, слава богу, выходим, но, конечно, ну, в напряжении, то есть, опасность есть, что срыв отопительного сезона может быть. К следующему отопительному сезону вопрос решить, поручает Алексей Дюмин. Существующую котельную модернизируют, либо рядом возведут новую модульную. В целом, то, что я увидел, она положительная, но, конечно, проблема с котельной и с актовым залом ее надо решать. Наша самая задача, чтобы во всех учреждениях было комфортно, было уютно и было действительно людям чем заниматься, чтобы мы их загружали, чтобы они понимали и не чувствовали, что они не одиногие, а жили полноценной жизнью. Это наша основная самая задача. Да, это их дом. Это самая задача. Дубинский дом-интернат первый в списке соцучреждений, которые губернатор проинспектирует лично. Держать на контроле их состояние главам регионов поручил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, Первый Тульский.